Чебоксары вновь встречают гостей. На этот раз международных экспертов в области образования, инвестиций, недвижимости, виноделия и ювелирных украшений. Все они приехали по приглашению в магазин «Александр», чтобы поделиться своим опытом и поучаствовать в презентации уникальной ювелирной коллекции. Чебоксары – единственный город в России, где представлена коллекция уникальных украшений итальянского ювелирного дома «Роберто Коэн». В ювелирном мире их называют мастер-пис, шедевр или высокое ювелирное искусство. Коллекция «Венецианская принцесса» проводит в нашем городе несколько дней. Выставлена она в магазине «Александр». Украшения «Роберто Коэн» продаются в США наравне с коллекциями «Тиффани», а сам ювелир получил «Оскар» в мире ювелирного дизайна. Презентация проходила в рамках бизнес-клуба, гостями и экспертами которого стали бизнесмены из Швеции, Великобритании, Италии и Москвы, а также предприниматели из соседних регионов – Самары, Казани, Нижнего Новгорода и, конечно, Чебоксар. До начала презентации гости познакомились с чебоксарами. Экскурсия запомнилась. Город очень красивый, город очень уютный, зеленый. За время, то, что я находилась здесь, провели. Компания провела несколько круглых столов, в том числе по образованию, по бизнесу и по инвестициям. Все прошло на очень высоком уровне, достойном. Среди приглашенных была Елена Малая, доцент кафедры градостроительства Мархи. Елена отметила, что чебоксары ей очень понравились. В нашем городе, по мнению кандидата архитектуры, есть изюминка, и она готова предложить некоторые решения. У города есть потенциал необыкновенный, замечательный. Просто жителям города это незаметно, правда. А путешествуя по городу, мы очень много ездили и заметили, есть места просто потрясающие, которых в мире уже не осталось, действительно, в Европе. Очень красивые места с градостроительной точки зрения, с красивым ландшафтом, зеленью и с замечательными маленькими речушками. Очень красиво. Хедлайнером презентации выступил Тим Честер, признанный международный эксперт по вину. Он провел дегустацию лучших вин мира для посетителей мероприятия. Я больше 35 лет занимаюсь винами и знаю о покупке их, в том числе в супермаркетах, больше, чем кто-либо в этой комнате. Я знаю названия, знаю производителей, год производства. Я знаю об этом все. Для настоящих ценителей современного искусства своей картины представила молодая художница Екатерина Речкалова. У нее нет профессионального художественного образования. Она пишет, как чувствует. Рассказывает, что все ее картины – это медитация. Рисунок рождается сам. Любимая картина Екатерины – «Рыбы в шляпе». Я имею свой взгляд, свое представление и ломать этого я не хочу. То есть не хочу, чтобы меня научили, как правильно рисовать. Я рисую правильно для себя. На моих картинах можно увидеть моих знакомых и близких людей, мой образ жизни. И, пожалуй, это моя медитация. Я ни о чем не думаю, когда рисую. Рисунок сам рождается во время, то есть в процессе. Я не знаю, что будет на холсте в конце. Это просто я, холст и краска. Джеймс Пирсон – адвокат из Лондона. И коллекционер уверен, что картины будут иметь успех в Европе. Мне очень нравится, и я готов показать их в Париже и Лондоне, и в Южной Франции. Это соушал-арт. Катя талантливая, она выражает свой талант разными способами. Это необычное искусство, в нем много эмоций. Думаю, картины вызовут интерес в Лондоне, если будет правильный маркетинг. И также в Париже. В Чебоксарах выставлена лишь часть работ. Те, с которыми Екатерина готова расстаться. Посмотреть их можно в магазине «Александр». Есть среди представленных экземпляров и картины без названия. Например, вот эта. Екатерина просит придумать название этой картине. За самое оригинальное и интересное художница обещает приз. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Олег Якимов. Республика.